Начну я с маленького вступления из области, которую вы, может быть, знаете. А именно я начну с довольно известной игры, как сделать из мухи слона. Идея такая. У вас есть русское четырехбуквенное слово, слово муха. Ваша задача состоит в том, чтобы превратить его в другое русское четырехбуквенное слово, например, слово слон, изменяя по одной букве за шаг, таким образом, чтобы каждый раз у вас на пути появлялись нарицательные существительные русского языка. Вот смотрите, у меня здесь имеется несколько примеров. Слово стул. Слово стол в слово стул можно превратить за один шаг. Мы заменяем третью букву, получили столский. Очень просто. Вот примерчик посложнее. У нас есть, например, слово фарш, которое мы хотим превратить в слово поза. Вот смотрите. Какие слова вы можете превратить в слово фарш? Фара. Фара. Марш. Фаза. Марш. Ну, фарш в фазу мы не можем, да? Мы можем превратить фарш в марш и в фару, например, потому что они остаются на одну букву. А дальше фару мы можем превратить уже, например, в фазу и так далее. Попробуйте выписать цепочку, которая приходит от фарша к позе. Цепочка должна состоять из русских слов. То есть реально существующие. От фарша к позе. От фарша к позе. Дальше пара, дальше пара, дальше пара, и дальше позе. Получается, что мы с вами за раз, два, три, четыре шага сумели дойти от слова фарш до слова позе. Вот такая вот цепочка. Можно сказать, что слово позе отстает от слова фарш на четыре слова. С классическим примером про муху и слона все гораздо сложнее. Поэтому я сейчас не буду заставлять вас его пытаться порождать. Но обращу ваше внимание на некоторые интересные особенности этой игры. Ну, во-первых, сразу хочу оговориться, что то, что я буду дальше про нее говорить, я говорю на основе слов из нового частотного словаря русского языка Ольги Лишевской и Сергея Шарова. Почему это важно? Потому что мы с вами, вообще говоря, должны договориться, что мы считаем подходящими для этой игры четырехкуквенные слова про некоторые слова. Можно начать спорить, да, потому что ясно, что бывают какие-нибудь такие слова, которые, например, вы, которые, скажем, кто-то из вас знает, а я не знаю. Я знаю, а вы не знаете. Ну, например, если мы возьмем какое-нибудь слово типа вот такого вот, да. Есть такое русское слово или нет? Есть. Кто считает, что есть, в принципе? Так, да. Ну, не все, видите? Значит, дальше мы могли бы спорить, имея ли мы право употреблять это слово в нашей игре или нет. А кто знает, что оно есть, что оно значит? Физическая величина. Какая-то физическая величина, как вами. Он, например, не есть. Ну, вот видите, да, начинаются дальше какие-то мутные у нас с вами разговоры о том, что мы примерно знаем, вроде есть, но значения не помним. Поэтому я сразу четко проговариваю, что у меня есть слова, я его беру, извлекаю из него четырехкуквенные нарицательные существительные. Да, что есть, то есть, что нет, того нет. Поэтому, ну, вот, скажем, еще один простой пример. Вот, например, вот, в моей, вот, в этой вот игре не будет, например, слова «хайп». Да, потому что его не было в словаре в 2009 году. Ну, не поделаешь, не будет так, не будет. И дальше, почему эта игра вообще интересна с точки зрения математики? Потому что эта игра, вообще, как говорят, чрезвычайно хорошо описывается в терминах графов. Потому что, что у нас, собственно говоря, происходит? Вот у нас есть слово «фарш». Есть, например, слова «фара» и «марш», которые можно перейти из слова «фарш». Мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем нарисовать слово «фарш» как одну из вершин нашего графа. Дальше можем провести от него ребра слова «фара» и «марш». Ну, от слова «фара», например, да, у нас имеется, у нас имеется ребро, которое ведет вершину «фара». Ещё какие-нибудь слова есть, которые, если мы говорим «фарш» или «фарш» или «фарш» или «фарш». Заведите, что «фара» зависит из пары. «фарш» получается вот так. Ну и так далее. Да, «фара», «фара», можно давать слово «фара», например, да, слово «фура». Ну и так далее. Не буду сейчас всё это вырисовывать, потому что я, скорее, не смогу нарисовать на этой доске весь граф для всех слов русского языка. Вообще говоря, мы эту задачу игры свели просто к задаче поиска кратчайшего пути между двумя вершинами на графе. Нам нужно из слова «фарш» пройти до вершины позы, которую я не дорисовал, но выглядит всё примерно так. Ну вот, я здесь изображён фрагмент такого графа, составленный уже не вот так вот вручную, кустарно, то вспомнили, то вспомнили. А по словарю действительно, какие слова соседство со словом «слон» и находятся от него на расстоянии двух ребер. Слово «слон» показывается одним соседством словам «слон», 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 «слон». А дальше некоторые из них «сердство» между собой, например, вы видите, что «слой» и «слон» и «слон», и, естественно, тоже соседи между собой, потому что у них все отвечают на одну только четвёртую букву. Ну и так далее, какие-то дальше слова вырисовываются. И, в принципе, вот примерно там можно изобразить на графе все слова четырёхкупленные, которые мне нужны для этой игры. И дальше уже решать. Надо дальше поиск оплатив «графия», а не какую-то нингвистическую игровую задачу. Ну вот, примерно так всё это выглядит. Эта вот картинка на самом деле очень непоказательная, на ней ничего не видно, к сожалению. Изобразить 1200 слов на одном экране довольно сложно. 1220 слов получилась у меня в графе, поэтому сломаем. Ну, на самом деле, что происходит? Попробую описать. Вот здесь вот имеется очень-очень плотная середина. А вот эта вот периферия, она на самом деле очень разрезанная. Там скорее всего здесь не видно, там почти нет ребра. Это слова, которые не имеют соседей. Если вы посмотрите на кусок из середины, то есть поближе приближают, ну вот примерно так это выглядит, да? Спросите, скажите. Очень-очень всё. Блокина здесь в ребра. Сами связаны с фаней. Например, вы видите, да, вот слово «марш». Где-то там много здесь слова «фарш» как-то, или «девина». Ну, неважно. Может быть, не вошло в это приближение. Это вот так построено вот эту серединку, которую мы здесь находим. Наоборот, вот эта вот внешняя орбита, она на самом деле выглядит вот так. То есть там висят вот такие вот отдельные слова на этой картинке. Вы видите вот слово «джем», да, ни с каким словом здесь соседей. Слово «джем» и ни в какое другое слово не уйдёте по ребру, потому что просто нет другого слова, который отличается от него одной буквы в этом слове. Ну, или вот такая маленькая группа «спех» и «смех», небольшая компонента связности, то есть множество вершин этого графа, которые связывали с собой ребрами так, что с любой можно добраться в любую. Вот она здесь получается. Ну, а самая большая или самые большие компоненты связности, видимо, там в середине. Ну, пара свойств этого графа. В нём 1221 вершина. И интересным образом вот та вот большая середина, плотная середина, которую мы не можем разглядеть, она состоит, на самом деле, из двух компонентов связности. То есть по словарю частотному, который я взял, есть две большие группы слов, внутри которых мы из любого вор против любого, но не между этими группами и не в словах, и не в прочих словах. Ну вот 218 вершин, которые имеют степень, то есть из которых не в седине ни с кем. Например, слова «атом», «бюро», «дядя», «гебра» — это такие вполне нормальные русские слова, но вот ни с чем не сединили. И есть ещё 28 пар слов, которые вообще связаны только друг с другом. То есть из слова «цирк» можно прийти в слово «цинк», из слова «цинк» можно прийти в слово «цирк», и всё. Но в этих больших компонентах связности можно ходить довольно много идей. Но важно, что будут получаться очень разные виды. Можно сказать, что длина самого короткого пути, количество рёбер, которое нам понадобилось в проекции, это и есть расстояние между парой слов. Мы научились измерять расстояние между, например, словами «фарш» и «поза». Это расстояние равно 4 по нашему с вами подсчёту. А, кстати, минимально ли оно или можно найти более короткую цепочку? Минимально. Почему? Потому что все буквы различны. Потому что все буквы различны, совершенно верно. Нам надо каждую букву заменить. То есть это требует хотя бы одного хода. И, соответственно, если мы... Если мы это создали, то он может заменить только одну букву, то меньше 4 расстояния не может, а расстояние 4 — вот мы его нашли. Это типо минимальный расстояние. Ну вот какие-нибудь ещё примерчики. Например, давайте возьмём слова «кара» и «фанк». «кара» и «фанк». Попробуйте тоже найти сами цепочки. «Кара» — дальше что? «Пара» и «пара», «парк» и «панк». Отлично. У меня здесь какая-то цепочка «кара», «пара», «пара». Вы, кажется, в основном предлагали «кара», «пара», «пап», «кара», «пара», «пара». Ну, тоже вполне минимальная цепочка. Не всегда, конечно, в цепочке бывает такой твинт. Например, я хотел бы найти слово «твинт», слово «штаб». Я не приглашаю вас это делать, но цепочка получается вот такая. Это самая короткая цепочка, которую я нашёл автоматически на компьютере. А, естественно, руками найти её было бы очень сложно. И вот если вы попробуете это сделать руками, то вы в какой-то момент сломаетесь. 22 шага отделяют слово «твинт» от слова «штаб». Ну и заветьте, что некоторые слов, может быть, вы не очень хорошо знаете, но мы как договорились, да, мы договорились, что мы берём частотный словарь, и что там есть, то и то и есть, и хорошо. А про... Правда, есть ли у нас такие слова типа «шлам»? «Шлам» — наверное, самое неизвестное слово здесь. Нет, «свес». Что такое «свес»? Не знаю, не посмотрю. Ну вот, есть в словаре и есть. А вот исходная задача, с которой мы начали, про «в паре муха и слон», там расстояние, к сожалению, не определено или равно бесконечности, как можно считать, потому что там нет пути. Они находятся одно в одной большой компоненте связности, а другое в другой большой компоненте связности. И это показывает нам, что по этим словам между ними пройти нельзя. Мы не можем измерить расстояние между словами муха и слона. То есть вот эта классическая задача в рамках этого словаря не имеет решения. В рамках более полного словаря вполне может быть, что решение будет. Ну, например, только тогда будет, скорее всего, какое-то количество больше незнакомых вам слов в более полном словаре. И тогда вас это, может быть, будет меньше устраивать. Но, тем не менее, можно, например, взять, дальше экспериментировать, решать ту же самую задачу на другом словаре. Я взял грамматический словарь Андрея Анатольевича Зарезняка. Большой словарь на 100 тысяч слов. И там нужных мне слов в четырёхкуплях сочувствительных дошлось в 1713. И они таки образовали одну большую компоненту связанности в середине. Которое пошло на 1300. 1300 – это одно слово. И тогда вот ваш куча – это слона. Получился вот такой вот через, скорее всего, плохо известные слова. Сайок, Стэн и Мара. Ну, что получилось, то получилось. Опять-таки мы договариваемся считать, что словарь мы не оспариваем. Значит, мы просто два часа приведем в обсуждение к тому, какие слова можно считать действительно словами русского языка, а какие нет. И вот по большему словарю получается путь здесь. Получаются немножко другие расстояния. Но важно то, что мы понимаем саму идею. Мы научились измерять расстояние между словами как пути по этому графу. Ну, другое дело, что мы почему-то считаем, что пути между словами должны пролегать по существующим словам. В принципе, для того, чтобы измерять расстояние, это и не обязательно. Но эта мера расстояния, она хороша чем? Заметьте, что она привязана к некоторой реальности. Эта мера расстояния показывает нам, насколько сложно играть в эту игру. То есть играть с парой кара-панк довольно просто. Играть с парой глин-штаб сложно. Играть с парой муха-слон, можно сказать, что бесконечно сложно. Если вы, на самом деле, как же не бесконечно понятны, что когда вы нарисуете весь этот граф, то вы поймете, что связи нет. Но, тем не менее, еще сложнее. И это показывает нам, что у нас есть мера расстояния, которая соответствует некоторому разумному положению дел в реальном духе. Что это значит? Это значит, что мы изобрели какую-то меру, которая отражает сложность этой игры. Ну вот, это одна из возможностей мер расстояния между словами. Мы еще не дошли до мер расстояния между текстами. Пока меряем между словами.